Как раз таки сегодня я бы, наверное, осветил эту тему, одну из тем, как подбирать токи для сварки сварочными электродами, для сварки инверторами, может у кого-то еще трансформаторы остались, ну, уже почти у всех, даже в быту аппараты инверторного типа. Сколько там у нас уже? Три человека. Три человека. Будем рассказывать? Да, поехали. Ну что, ребята, смотрите, да, вы уже как бы все в курсе, что у нас бывают электроды разных диаметров и, соответственно, оборудование тоже рассчитано на разный ампераж. В бытовом применении в основном используют сварочные аппараты от 160 до 250 ампер, которые рассчитаны на одну фазу. И электроды наиболее часто вы можете встретить от 2 до 3, в редких случаях до 4 миллиметров. Да, в диаметре. Соответственно, как я уже говорил во многих видео, изначально такая памятка, очень несложно запоминающаяся. На каждый миллиметр диаметра электрода мы выставляем, соответственно, 20-30 ампер, примерно в таком соотношении. Соответственно, если мы взяли электрод диаметра 3 миллиметра, значит, мы выставляем на сварочном аппарате сварочный ток в диапазоне от 60 до 90 ампер, примерно. И тогда у нас будет получаться более-менее адекватная сварка. Вот, дальше. Если мы варим в нижнем положении, вот как у нас в данном моменте, да, допустим, у нас заготовка, и в нижнем положении мы проводим сварочные работы. Тогда мы можем выставлять безбоязненно максимальные режимы сварочные, но с одним но. Это толщина нашей заготовки. Если у нас заготовка тонкая, соответственно, вы должны принимать этого внимания и учитывать, что если вы выкрутите очень большие токи, то, соответственно, вы можете прожечь свою заготовку, свою деталь. Поэтому у вас несколько для этого есть способов решения. Или брать, допустим, электроды с рутиловым покрытием и варить отрывом, да, то есть на определенных режимах варить отрывом и тем самым не сильно перегревая заготовку. Или варить на меньших токах, вот, но лучше контролировать сварочную ванну, чтобы не допустить плохого, допустим, проплавления или недостаточного сплавления, там, двух кромок, к примеру, если вы два уголка варите. Вот, соответственно, если у вас ваша заготовка стоит, допустим, вот таким вот образом и вам надо заварить вертикальный шов, вот, да, допустим, там, снизу вверх или сверху вниз. Некоторые любят сверху вниз варить, но на самом деле правильно, варить снизу вверх. Вот, такие швы или, допустим, горизонтальные, да, тоже вертикал, вертикальное положение, но горизонтальный шов. В таких положениях как раз-таки мы выставляем режимы примерно на 10-20% ниже, чем в нижнем положении, меньше, чем в нижнем положении. Вот, ну и, соответственно, для мастеров своего дела, кто в потолке варит, там уже, соответственно, тоже еще меньше режимы подстраивают, чтобы у нас давление дуги, да, и погонная энергия еще меньше была. То есть вам надо максимальное участие, максимальная ваша вовлеченность, внимательность и аккуратность при сварке. Вот, также, если вы слышали, да, то у многих опытных сварщиков даже по звуку процесс сварки проходит приятно, да, для ушей. Это один из показателей того, что у вас режимы настроены правильно. Вот, ну что, тогда, наверное, сейчас попробуем. Сейчас вот мы выбрали как раз-таки электрод ОК-46, рутилциалозное покрытие от ИСАП, он позволяет как раз-таки вот варить, и можно и без отрыва варить, и с отрывом, да, как раз-таки, чтобы не перегревать нашу заготовку. Сейчас я покажу вам, допустим, отличия на разных токах, там на 60 А, на 90 А, вы посмотрите, что у нас по итогу получится, чтобы вы понимали, что можно варить в полном диапазоне токов вообще. Я для вашего удобства, друзья, возьму тоже масочку. Наша боевая подруга, смотрите, повидала уже немного. Давай. Сейчас, ребята, у нас вот была сважда. Варкер на токе 60 А. Ренат, спасибо за комплимент. Да, кристалл классная. Так, и положим еще один шапчик на больший режим. Так, вот сейчас у тебя будет лучше картинка сама. Так, Ром, повтори еще раз, что у нас было, что будет. Да, первый проход мы сделали на 60 А, сейчас не меняем электрода, мы пройдем на токах уровня 90 А. Вы посмотрите разницу. 93, 93, 93 просили показать аппарат, настройки. Продолжение следует... . вот ребят смотрите да у нас получился шов более широкий вот соответственно меняя режимы тока да не меняя положение не меняя электроды вы тем самым меняете в том числе количество наплавленного металла в минуту времени и соответственно должны контролировать геометрию шва в данном случае у нас получилось даже без колебательных движения шов пошире так ясно соответственно ребята да вы понимаете что режимы настройки сварки зависит от того какой у вас аппарат какое там напряжение холостого хода да вот как у нас было в прошлом эфире что чем выше тем легче зажигать электрод чем стабильнее дуга вот потом у нас зависит от диаметра электрода от толщины заготовки от положения сварки и но соответственно от ваших навыков вот поэтому нету однозначного ответа что ток должен быть там или 60 ампер или 70 и у вас все получится это надо методом проб и ошибок ни у кого с первого раза идеально не получается самый лучший вариант это перед тем как вы допустим собрались заварить там у себя там какую-то деталь гараж забор взять кусочек металла который похож по размерам по характеристикам с металлом заготовки вашей до вашей детали и подобрать режимы на ней перед выполнением уже ответственной сварки вот и в принципе все так вот настраивается инвертор сварочный все уже конечно будет зависеть конкретно от ваших условий которых вы работаете с каким обрудованием с каким материалом вот если будут у вас вопросы то пишите к нам уже в директ в инстаграме если вы подписаны на контакт на youtube соответственно там можете оставлять ваши заявки ну и звоните нам пишите на почту с радостью ответим на ваши вопросы подготовим счетики в общем ждем вас также на демо масок оборудование все все у нас мы как всегда с вами всегда рады вам на этом будем заканчивать с вами был мдфкл всем счастливо пока все ребята до свидания